Доброе утро, уважаемые трейдеры, приветствую вас на торговой сессии. В четверг, 10 февраля, меня зовут, наконец, Александр. Сегодня и завтра две торговые сессии с вами приведу я. С понедельника ждем возвращения Артема Деева. Мы сейчас с вами по традиции рассмотрим ключевые события экономического календаря, ключевые события, которые произошли в мире, и динамику финансовых активов, за которыми мы с вами всю неделю следили. В первую очередь хотелось бы отметить новости из США, которые пришли на последние конференции Джо Байдена. Как известно, Джо Байден очень большой сторонник зеленой энергетики, но важно отметить, что он ни разу не произносил слово «Тесла». Для него это было слово под запретом, но за последние конференции он все-таки произнес это слово. Давайте посмотрим. Также важно отметить, что палата представителей США с 9 февраля, то есть с вчерашнего дня, ушла на длительные каникулы до конца февраля, то есть до 28 числа. Это означает, что как минимум санкции в отношении некоторых стран вводиться не будут, и на финансовый рынок это, может, никак и не повлияет. Давайте теперь посмотрим экономический календарь. Давайте для начала зайдем на сайт компании Амаркетс, в раздел «Клиентам», «Экономический календарь». Посмотрим ключевые события предстоящего дня. В 11.00 у нас выступление члены правления Немецкого федерального банка Вурмелинга. Из других событий – отчет Банка Швеции по денежно-кредитной политике, выступление члены правления ЕЦБ Элдерсена. Важно отметить, что вчера было выступление ФРС, члена Бостика, и Бостик также заявил, что ФРС готовится к повышению ставки на 0,5%. Рассматриваю такой сценарий уже в марте месяце. Мы сейчас перейдем после обзора экономического календаря к графикам и посмотрим, как себя повел индекс доллара. Также в 15.00 вице-президент ЕЦБ Дегиндос выступает. Ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти в 15.00. Будем следить за динамикой нефти сегодня. Выступление члены правления ЕЦБ Лейна. В 16.30 у нас блок новостей из Америки. Ключевые – это число заявок на пособие по безработице. И индекс потребительских цен, базовый индекс потребительских цен. То есть это отчет по инфляции. Мы знаем, что в Америке инфляция высокая, поэтому эти новости действительно достаточно важные. Видим, что прогнозное значение с предыдущим значением, то есть оно отличается, инфляция понижается. В целом для индекса доллара должны быть новости положительные. В 16.30 посмотрим, что получилось фактически. В 20.00 важная новость – выступление председателя банка Англии Бейли. Ну что ж, посмотрим, какие новости у нас с вами придут сегодня из Англии. Переключаемся на графики. Мы с вами в обзоре упомянули Илона Маска, акции компании Tesla. Давайте их тоже разберем. У нас акции Tesla сейчас находятся на линии поддержки. Точнее, они отбились от линии поддержки. И в целом есть хорошие перспективы роста. Давайте сверху тоже линию проведем. Ну, не совсем она будет у нас точной. Но плюс-минус целевое значение выделить можно. То, что цена акции Tesla стремится к уровню 1000-1020 долларов. А при пробитии вот этой линии условное сопротивление мы можем пойти на обновление максимума на 1200-1240 и выше. Переключаемся на S&P 500. S&P 500 по нашему с вами сценарию со вчерашнего дня продолжает неуверенный, но все-таки рост. Сейчас цена достигла такого тоже локального максимума. То есть это предыдущий хай. И в целом прям вровень данная его протестировала. Но видно то, что откатывать пока не собирается. Поэтому ждем пробоя и уровня 1600. Смотрим индекс доллара. Индекс доллара у нас также всю неделю, по крайней мере включая среду и первой половине четверга, торгуется внизу без каких-либо признаков того, что индекс доллара хочет пойти наверх. Так что, ну в целом вот здесь на дневном графике видно, что постепенные шаги по повышению формируются. Но, знаете, индекс доллара, как вчера с вами разбирали, вот эта ситуация на 4-х часовике, да, вот она больше здесь похожа не на разворотную модель, а на коррекцию перед дальнейшим падением. Ну, рассматриваем опять-таки с точки зрения технического анализа. Фундаментально, конечно, индекс доллара в рост, потому что 0,5% повышения ставки, плюс выступление Бостика. Ну и в целом вот отчет по инфляции, да. Опять-таки инфляция вроде как по сравнению с предыдущими значениями сегодня запланирована на снижение. То есть это опять-таки позитивная новость. Но, опять-таки, смотрим технический анализ и по техническому анализу, ну, как такового роста, на мой взгляд, пока не будет. Евро-доллар. Смотрим евро-доллар, так же, как и индекс доллара торгует при своих, но здесь видно то, что цена удлиняется и потенциал все-таки по евро-доллару, я думаю, что это 1,15 и выше. Да, евро-доллар находится все-таки в таком более восходящем, более восходящем движении. То есть я думаю, что восходящий тренд продолжится. И в перспективе мы увидим с вами 1,15, 1,16 и 1,17. Золото. Золото вчера все-таки протестировало. И, наверное, можно уже говорить, что пробило уровень 1830. И следующая цель по золоту 1850. Пока все идет по нашему с вами сценарию. Биткоин. Биткоин мы с вами вчера формировали треугольник здесь. По техническому анализу видно, что треугольник был пробит наверх. Но цена продолжает удлиняться. Как такового резкого импульса наверх выше 45 еще не было. Но все-таки я продолжаю его ждать. И думаю, что по биткоину цели 45, 47, 50. Это самые кратчайшие перспективы. Возможно, даже на текущей неделе мы с вами успеем это значение увидеть. Нефть марки Brent. Вчера мы с вами говорили о том, что Конгресс одобрил увеличение распродаж из хранилища и запасов США. Но видно, что как и в первую распродажу, когда они планировали еще ее в Рождество 25 декабря проводить, на рынок это особого влияния не оказало. И в целом нефть после спуска с 94 на 90 пока находится плюс-минус при тех же значениях, что и была. То есть в районе 91 доллара. Ну, опять-таки, сегодня заседание ОПЕК. Посмотрим, какие заявления сделают представители ОПЕК. Будут ли они повышать квоту на добычу нефти. Если квоту опять-таки будут повышать, то, соответственно, ждем, как на это реагирует нефть. Пока по нефти прогнозов нет. И в целом этот инструмент, как я вам говорил, пока наиболее непредсказуемый. Потому что продавать с текущих значений достаточно рискованно. Ну и покупать достаточно высоко. Поэтому есть другие, более предсказуемые инструменты, на которые мы сегодня с вами обратили внимание. Ну а это были все новости на четверг. Меня зовут, наконец, Александр. Вам желаю успешной торговой сессии. Всего наилучшего. Зарабатывайте вместе с Амаркетс. До свидания.